Сегодня я хочу показать как правильно настроить панель управления для GTX 1070 и TI версии не только для Cyberpunk, но и для всех игр, которые могут стать лучше, не теряя в качестве и лучшая производительность. Эта же настройка подойдет для более слабых систем и для ноутбуков, но там более урезанная версия, к которой мы вернемся чуточку позже. Для начала мы разберемся с разрешением. Картинку можно сделать лучше за счет повышения герцовки монитора. Это приятная мелочь, но о которой мало кто знает. В моем случае монитор в стоковых значениях работает на частоте 60 Гц, но нехитрыми манипуляциями я выжил максимум в 77 Гц при данном разрешении. Для этого нам нужно перейти в настройки и создать пользовательское разрешение. Выставляем параметры разрешение и в разделе частота разрешения я советую выставлять от начальных 60 Гц по одной единице. И проверяем на тесте, то есть подходит нам эта герцовка или нет. То есть если герцовка будет больше возможностей, так сказать в моем случае 78, то будет просто черный экран и настройка не применится. Мы протестировали, у нас все работает, мы сохранили. Вот оно у нас появилось, 75-77 Гц. И самое главное, не забыть поставить эту галочку, чтобы создать пользовательское разрешение. То есть это нужно для того, чтобы оно отображалось в приложениях и играх. Обычно они добавятся, эти разрешения к привычным герцам до 50, 59, 60 и у вас появится 77-75 Гц. То есть картинка стала более приятнее, глаза не так сильно устают и можно сидеть сутками, так сказать. То есть по параметру глубины цвета я советую выставить настройки от NVIDIA с полным диапазоном цветов. Эта настройка позволяет отображать больше темных и белых областей при выводе изображения. И будет полный спектр всех цветов. То есть далее мы рассмотрим параметры цвета рабочего стола. Которые относятся и к приложениям. Настраиваются тоже исключительно под каждый монитор и на свой вкус. То есть в моем случае я добавил цветовой интенсивности для большей насыщенности картинки. То есть справа есть пример. И на свой вкус и цвет под монитор мы выбираем любое значение, вплоть до черно-белого. То есть меня в принципе вполне устраивает значение в 65%. Далее мы переходим в регулировку размеров и положения. То есть простыми словами к масштабированию изображения. То есть в параметрах масштабирования мы выбираем формат изображения. И будем выполнять это на видеоядре, то есть на самой видеокарте. Не забываем поставить также галочку, чтобы оно применилось. Выставляем желание, желаемое разрешение и герцовку этого масштабирования. И в принципе это делается для того, чтобы растянуть картинку под диагональ дисплея. Не нарушая целостность изображения, если игры и приложения не используют эти настройки масштабирования. В принципе с этим мы закончили. И переходим к самому главному и самому деликатному. Так сказать, из всего, что мы рассказываем. То есть это вкладка управления параметрами графики. Выставим сначала глобальные параметры. Глобальные настройки. Которые будут применяться автоматически на все приложения. То есть куда ядра мы выставляем все. Тут объяснение не требуется. То есть выбирается одна, либо две, у кого-то может даже три видеокарты. Которые будут обрабатывать все изображение. С этим все понятно. Насчет DSR. Глобальные настройки. Я советую вообще не трогать. То есть вряд ли для новой игры вы воспользуетесь этой настройкой. Если только у вас монитор с разрешением 720p. То есть обычный HD. И обычного склаживания будет маловато. При таком разрешении. То есть это своего рода апскейл. Только наоборот. Он очень сильно нагружает графику. И подойдет исключительно для старых игр. То есть анизотропную фильтрацию выставляем на максимум. То есть особой нагрузки не несет на систему. Но качество текстуры изображения в целом улучшается. Особенно если смотреть под углом. То есть не путайте с обычным сглаживанием. То есть это далеко не так. Вертикальную синхронизацию на глобальной настройке советую оставить как есть. То есть будет использоваться от приложения. Но на отдельные игры можно выставить режим быстрой вертикальной синхронизации. То есть это своего рода G-Sync. Если он не поддерживается монитором. То есть не будет никаких разрывов при максимальном FPS. Кэширование шейдеров. Обязательная настройка для повышения производительности. То есть за счет кэширования снижается нагрузка на центральный процессор. А сам кэш он сохраняется на диске. То есть простыми словами. К процессору не нужно повторно обрабатывать кадр. Он берет все необходимое уже из кэша с диска. И за счет этого увеличивается плавность картинки. И уменьшается время подгрузки текстур. То есть дальше мы перейдем к многокадровому сглаживанию. Вот оно. То есть эта настройка, она делает картинку более плавной, так сказать. То есть менее ступенчатой, с минимальными нагрузками. Это своего рода такое примитивное сглаживание. Но оно делается путем наложения кадров друг на друга. С небольшими, то есть вообще с мизерными отклонениями. Далее потоковая оптимизация. То есть она обязательно и должна быть включена на всех абсолютно приложениях. То есть она особо не требует объяснения. Вот насчет режима низкой задержки. Вот он следующий. Здесь штука тонкая получается. И подходит она далеко не ко всем приложениям. Да и к железу тоже. То есть советую просто не включать эту настройку для игр, где частота кадров ниже герцовки монитора. То есть это бессмысленно. Нагрузка от этого увеличится, но input lag он никуда не денется. Он тоже возможно даже и увеличится, нагружая систему. То есть не только видеокарту и процессор и так далее. То есть далее переходим к режиму управления электропитанием. То есть выставляем мы ее на максимальную производительность. За счет этого повышается энергопотребление карты, но и вместе с этим производительность. То есть с этой настройкой процессор теперь не ограничивает потребление и дает волю в видеокарте, выжимая все соки. А местами даже берет некоторые нагрузки процессора на себя. То есть от этого FPS увеличивается, соответственно, и микрофрезы, они тоже исчезают. То есть нет, если нет никакого троттлинга, в принципе, эта настройка подойдет. Далее режим сглаживания FXA это самый-самый-самый из первых просто примитивный режим сглаживания, да. И я советую его выключить на нашей видеокарте. То есть картинка станет мыльная, да. И это сглаживание, оно подойдет больше для слабых систем. Но сглаживает, но очень сильно мылит картинку. Да, не нагружает, конечно, видеокарту, но не советую. То есть вот насчет сглаживания гаммы, да, я советую ее включить. То есть она улучшает цвета и само качество изображения. Тройная буферизация, она у меня всегда включена, так как я играю с вертикальной синхронизацией постоянно, да. При этом повышается производительность путем быстрого вывода изображения, избежав лишних каких-то артефактов, нарушений изображения, разрывов и так далее, да. То есть картинка становится более плавной. Насчет фильтрации текстур можно выставлять смело на высокое качество. Оно отвечает за более качественную обработку анизотропной фильтрации, да, повышая четкость текстур. А вот по отрицательному отклонению советую вставить для нашей карты именно привязку, чтобы картинка была более сглаженная и контрастная. Для слабых машин я советую выставить пункт разрешить. То есть производительность повысится, но будут лесенки. А лесенки нам не особо нужны. Особенно в киберпанке, да, то есть... На его примере, да, для большей четкости изображения все настройки, они остались прежними. Но я добавил настройку увеличения резкости, да, то есть можно делать по вкусу. Но мне нравятся такие значения, то есть они, по-моему, даже стоковые значения от NVIDIA. На вкус и цвет, так сказать, нужно заходить и самому смотреть, нравится это или нет. То есть советую выставить такие значения, да. И для этой игры я выставил вертикальный синхро-импульс на пункт быстро, чтобы вдруг мне захочется поиграть на низких настройках с большим количеством кадров и без разрывов, да. Это с частотой 77 Гц. Вот. То есть, как пример можно привести предыдущий Ocala Duty. Для этой игры вертикальный синхро-импульс поставлен быстро для получения максимума FPS. Никаких разрывов, то есть с этой настройкой победа гарантирована, так сказать. То бы что ни говорил, железо влияет. Особенно его настройка. То есть заранее подготовлены кадры виртуальной реальности, тоже на 2. То есть более-более плавное изображение. И режим низкой задержки. Эта игра поддерживает технологию, да, выставил на ультра. То есть input lag, он реально уменьшился, но не особо до каких-то вау-значений. Но все же получше стало. Реакция от мышки, изображение и так далее. Более четко передает. И режим сглаживания. Я поставил от приложения. До этого стоял, то есть стояло увеличение настройки приложения, да. То есть, но с выходом новых и новых драйверов и патчей. Производительность упала, и мне пришлось оставить стоковые значения. То есть, можно выбрать любое приложение абсолютно, да. Тот же Distending, AmonCast. На AmonCast, кстати, подойдет, вот где эта настройка DSR, они поддерживают. Вот, только на старые игры, да. То есть, на те же, на танки, например, да. То есть, вот мне не хватило сглаживания в игре. Я выставил параметры максимальные, просто максимальные, что есть. Но при этом я анизотропную фильтрацию выключил. То есть, она там с таким сглаживанием, она не нужна. В принципе. Ну, в принципе, что добавить. Пробуйте, пишите в комментариях, ставьте лайки, комментируйте, критикуйте и так далее. То есть, в принципе, всем спасибо, кто посмотрел. И всем удачи.